Депутаты Государственного Совета Чувашии провели один день в Шумерле. Они детально проверили, насколько объекты жилищно-коммунального комплекса города готовы к зиме. Вместе с парламентариями выехала и наша съемочная группа. Ни для кого не секрет, что сегодня Шумерле находится в трудном финансовом положении, которое усугубляется многомиллионными долгами за газ. Вследствие чего с начала отопительного сезона городские котельные работают с ограничениями на поставку голубого топлива. Сегодня, если по объему потреблений посмотреть, которые мы поставляем в пределах 75 тысяч километров газа в сутки в городе Шумерле, это вполне хватает. Если теплотрассы приведены в нормативные положения, это при температуре 30 градусов мороза можно отоплить в городе Шумерле. Вот вы делаете выводы, какие потери города Шумерле на теплотрассах. Объем потери газа – это не прямая наша работа. Широкое обсуждение проблем состоялось уже в ходе рабочего совещания в городской администрации. Помимо руководства города, к диалогу привлекли руководители управляющих компаний и ТСЖ Шумерле, а также представители правоохранительных органов. Город Шумерле 10 лет назад был самодостаточным, гордым, уверенно стоял на ногах. То, что произошло за 10 лет, прошлое ворошить не будем, но оттолкнуться от чего-то нам необходимо. Брать кредит на сегодняшний день в город не может, потому что состояние финансовой дисциплины, оно хуже не бывает. Критичные ситуации сегодня, катастрофа в горле Шумерле. Исполнительными листами перекрыты счета, мы не ведем финансовую деятельность. Мы не можем перечислить за объекты, построенные в городе по программе переселения. Городские тепловые сети на данный момент находятся в плачевном состоянии, и любые материальные вливания без капитального ремонта теплотрасс – деньги на ветер. Отсюда и огромные долги перед газовиками, и чуть теплые батареи в квартирах шумерлинцев. Правда, образовались они отнюдь не по вине исправно вносящих плату за коммунальные услуги жителей. По свидетельствам шумерлинцев, во многих домах города с начала отопительного сезона тепла толком не видели. Объявили, то есть введены ограничения на город. Город оплачивает, жильцы оплачивают. Почему? Город на каком основании был введен ограничение? На все дома. Как и так. Если кто-то ворует, почему страдают жильцы? Спим вот так в одежде. На улице было минус 8, минус 10, минус 12. А тепло давали 46-40 градусов, не больше. Мы прошлись по городу. Я, к сожалению, по кварталам первый раз хожу. Я поражен вообще увиденным. Почти 20% теплотрасс голые. И что мы собираемся тут делать? Это вообще непонятно. Погащат долги, как в прошлом году погасили. Они уйдут в воздух. Они улетят у нас с нашей денежки, бюджетные республиканские деньги. Потому что не дойдут до наших потребителей. Жалко мне людей, которые проживают в городе Шумерли. В данной ситуации они оказались заложниками. Такой долг на работу в течение года, это почти 100 миллионов, считать. Это ужасная картина. В качестве одного из выходов из газового кризиса парламентарии видят перевод максимально возможного количества многоквартирных домов на индивидуальное поквартирное отопление. В ближайшее время все рекомендации рабочей группы, выработанные в ходе посещения Шумерли, будут обобщены и внесены на рассмотрение профильного комитета Госсовета Чувашии.